И в продолжение темы первого юбилея земельной реформы. Одной из причин того, что операции купли-продажи проходят не так активно, эксперты называют долгосрочные арендные соглашения между законными землевладельцами и фермерами-арендаторами. Наличие долгосрочного договора уменьшает стоимость участка сельхозназначения. Наши сограждане в свое время неосмотрительно практически избавились от паев за копеечную долю. Когда появилась возможность продать землю по более-менее выгодной цене, выяснилось, что находясь в аренде, она не предоставляет особой ценности. Чтобы как-то изменить ситуацию, на сайте президента даже зарегистрировали петицию. Главу государства просят инициировать изменение законодательства, регулирующего рынок земли. Финальная стадия – разработка и принятие законопроекта, который позволит жителям сел и громад расторгать арендные соглашения в одностороннем порядке. Арендаторы, забирающие большую часть прибыли из сельхозземли и оставляющие земли владельцев с мизерной долей, разумеется, будут категорически против оптимизации рынка.